Мне бы в небо взмыть птицей, в синеве расправляя крылья, в облаках от земли скрыться, обрывая след на ней пыльный. Эти строки около семи лет назад написал сын Лилии Александровны Сергей. Сейчас они кажутся матери пророческими, как и цифра 30. 30 января 2022 Сергею исполнилось 44. 30 марта, спустя месяц после начала специальной военной операции, он заключил контракт и отправился на передовую. 30 мая геройски погиб. 30 числа он пришел ко мне. Я чувствовала, что что-то не то, он говорит. Ну, он был у меня примерно час, он молчал, и я молчала. Он был в каком-то таком напряжении, и я боялась что-то, как-то разговаривать, боялась ему задать какой-то вопрос. Но когда он уходил, он обычно, когда был у меня и уходил, ну, он поцелует меня в щечку, а здесь он меня прижрал, поцеловал в голову, поцеловал в щеки и ушел. Когда он ушел, я подумала, почему он так со мной простился. Внимательный и заботливый, надежный и единственный. Уже будучи мамой двух дочек, Лилия Александровна родила сына почти в 40. Окруженный любовью и нежностью старших сестер, вниманием родителей, он вырос настоящим мужчиной. Успел стать для матери заботливым взрослым сыном. Сейчас мама живет одна. Помогает дочь, старшая внучка. Конечно, Лилия Александровна в Е-85 очень бы хотела, чтобы рядом был сын. Но то его решение она считает единственно правильным. Он только так мог поступить. Он всю жизнь свою всегда помогал людям. Всегда. Он всегда откликался на какую-то беду или что-то. Он всегда откликался. Это знали друзья его. Вот он такой был. Он не мог. Он просто не мог. Он все равно бы уехал. Если бы даже в какой-то момент, когда он был у меня, я начала бы разговор, я знаю примерно ответ. Он сказал бы мне, мама, я так решил. Я взрослый человек, я все равно уеду. Примерно такой был бы его ответ. Вот какой характер. В квартире Сергея, где теперь живет Лилия Александровна, ей все напоминает о нем. Фотографии, на почетном месте награды сына, орден мужества, медаль за взятие попасной, документы. Все бережно хранится. С любовью к своему герою. Я понимаю его, я знаю его. И я горжусь им. Иначе он поступить не мог. В первую очередь думать о сыне, о его мужском решении, о его выборе и чувстве долга перед страной, перед Родиной. Это под силу только матери и ее безграничной любви. Мой сын родился в России. Добровольцем уехал в Донецк. Он решил, что в лихую годину должен быть там, где родился отец. Где тогда, в 43-м, воевал и погиб его дед. Там сейчас, как тогда, жгут людей, убивают детей, разрушают дома. Там фашизм, геноцид процветает опять. И Россия опять посылает сынов от нацистской чумы нашу родину мать защищать. Вас дома ждут дети, жены и мать. Жалею я вас. Я русская мать. Уже после гибели сына Илья Александровна писала это стихотворение. Назвала его просто. Доброволец. Сила сыновей России. В любви их матерей.